Доброе утро, ребята! Кар-кар-кар! Привет, мастерята! Серёжа, какой красивый шарик! Ты собираешься с ним на какой-то праздник? Нет, Каркуша, я с помощью этого шарика собираюсь рисовать! Вот рассмешил! Как шариком можно рисовать! Ну, сейчас ты всё сама увидишь! Итак, ребята, нам понадобится два обычных воздушных шарика, лист бумаги, гуашь, вода в стаканчике, две пластиковые тарелки, зелёный фломастер и пара кисточек. Ещё и тарелки? Интересно, но пока непонятно. Мы надули один шарик, теперь надуем второй. Шарик надувать нужно не сильно, вот такого небольшого размера он должен быть. Ну, вообще, это хорошая идея! И я вот научусь рисовать воздушным шариком и всех-всех удивлю! Потому что мои друзья точно так не умеют! Каркуша, значит, надо и друзей научить рисовать в этой технике. Ну что же, продолжаем работать. Шарики мы уже завязали, их откладываем в сторонку. Ну вот, получается, они нам и не понадобятся. Конечно, понадобятся, только чуточку попозже. Давай сначала разведём краски. Давай! Листочек я уберу. Да. Берём тарелку. Какую краску возьмём, Каркуша? Я думаю, синюю. Хорошо. Есть синяя краска. Берём краску и вот так вот наносим её на тарелку. По кругу. Так. Очень хорошо. Прекрасно получается. Теперь кисточку промоем. Давай возьмём другую краску. Давай возьмём другую. Какую хочешь? Зелёную. Так, зелёная. Также обмакнули кисточку. Краски пусть будет много. И рисуем круг. Краски могут смешаться. Ничего страшного. А вот серединку давай сделаем жёлтой, а? Хорошо. Тогда кисточку опять давай промоем. Да, надо обязательно промывать. Вытрем салфеткой. И в центр большую каплю жёлтой краски. Это похоже на цветок. Угадала. Мы будем рисовать цветы, но не на тарелке. Это только заготовка рисунка. Давай и на вторую тарелку нанесём другие цвета. А, чтобы наши цветочки были разноцветными. Угу. Правильно, Каркуша. Давай красную краску возьмём. Давай красную. Делаем то же самое, ребята. Нарисуем красный круг. Затем я предлагаю добавить жёлтую краску. А внутри белую серединку. Кстати, Каркуша, а ты знаешь, сколько видов цветов на планете Земля? Ой, наверное, очень много. Но сколько точно, не знаю. Давай спросим у нашего уважаемого профессора. Давай. На нашей планете насчитывается примерно 258 с половиной тысяч цветковых растений. То есть тех, на которых образуются цветы. Они очень разные. Но если вы внимательно рассмотрите их, то сможете заметить, что все цветы устроены примерно одинаково. Каждый цветок имеет четыре главные части. Одной из которых является зелёная наружная чашечка, состоящая из чаши листиков. Внутри них находятся лепестки. А в самом центре органы образования семян. Пестик и тычинки. Ребята, теперь начинается самое интересное. Берём шар и прислоняем его к краске. Вот так. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Каркуша, тебя видно? Да, видно. И делаем отпечаток на листе бумаги. Так, делаем. Оп. О-о-о-о! Получился красивый цветочек. Ещё один. Ещё один. И давай, ну, где-нибудь вот здесь рядышком. Красота! А теперь давай сделаем другие цвета. Хорошо. Берём другой шарик. Также обмакиваем в краску. Оп. Красиво получается. Ой. Да, какие только техники рисования мы с тобой не пробовали. Но рисование шариком мне больше всего нравится. Всё потому, что эта техника простая и весёлая. Шарики нам больше не нужны. Их убираем, чтобы не испачкаться. А теперь подрисуем нашим цветам стебли. Берём зелёный фломастер. Уверен рисуем одну линию. Потом вторую. Каркуша, будем рисовать листики? Конечно. Это же цветочки. Хорошо. Ребята, смотрите, какой роскошный букет у нас получился. Да, никогда бы не догадалась, что он сделан при помощи воздушных шаров. Друзья, наше занятие в мастерской подошло к концу. Мы с Каркушей ждём фото ваших оригинальных поделок. И видео научных опытов и экспериментов. С добрым утром, мальчишки и девчонки! Кар-кар-кар!